Ну, надеемся, что детям понравятся и уроки самбо, которые, возможно, скоро появятся в школьной программе вместо третьего урока физкультуры. Уроки самообороны без оружия намерены вводить постепенно по всей стране. Чему научат школьников на занятиях самбо, разбирался наш корреспондент. Кувырок, подсечка, бросок. Пятиклассники московской школы номер 1547 разучивают новые движения спортивного единоборства самбо, которые ввели здесь вместо третьего урока физкультуры. Родители и сами ребята в восторге. От таких уроков сплошные плюсы. Закаляют как раз-таки мужской характер, умение терпеть боль, немаловажно для будущего мужчины. Детям нравится заниматься самбо, нравится преподаватель, который ведет этот предмет у них в школе. И на занятия дети бегут с удовольствием. Единоборство очень нравится не только мальчишкам, но и девчонкам. Дело в том, что на уроках ребят обучают неболевым приемам и сложным броскам. Вместо этого акцент делают на гимнастике, растяжке и базовых навыках самозащиты, умении группироваться при падении или вырваться из захвата. Именно эти навыки лежат в основе борьбы с самбо. Неизвестен тот вид спорта в школьной программе, в котором есть техника самостраховки при падениях. Этим отличается только самбо. В жизни не так часто бывает, что на тебя кто-то нападает, или ты вынужден воевать или защищаться. А вот подскользнуться на улице ты можешь каждый день. Сложного инвентаря для занятий не требуется. Нужны только формы и борцовские маты, которые собираются и разбираются за несколько минут. Самбо третьим уроком преподают уже в 400 школах в 44 регионах страны. Экспериментальная программа действует вот уже 5 лет. Мы запустили этот проект, ему немного времени, но потребность сегодня у детей большая, потому что самбо это наш отечественный вид спорта. В Миноборнауке проект признали удачным и готовы постепенно вводить по всей стране. Учебная программа по предмету самбо с 5 по 11 класса единственная из всех прошла экспертизу и была внесена в госреестр. Сейчас в реестре программ появился специальный модуль, посвященный изучению самбо. Наш федеральный закон об образовании 273 как раз предусматривает право для образовательных организаций, то есть школу, как мы привыкли называть, предусматривает право проводить такие занятия на площадках специализированных. Единственная проблема, откуда взять столько тренеров, да еще и с навыками работы с пятиклашками. По мнению разработчиков проекта, школьные уроки самбо смогут вести и обычные физруки, главное пройти переподготовку. Это учителя физической культуры, которые в свое время занимались любыми видами единоборств и на сегодняшний день способны реализовать данную программу в рамках урока. Эксперты уверены, самбо очень хорошая альтернатива обычным урокам физкультуры. В этой программе есть и шансы завоевать сердца не только ребят, но и их родителей.